Весной 1977 года международная программа «Интеркосмос» открыла путь на орбиту космонавтам из других стран. Хотя начался «Интеркосмос» раньше, с 1969 по 1979 годы в СССР было запущено более 30 аппаратов, созданных инженерами соцстран. Спутники внесли огромный вклад в науку о космосе и народное хозяйство. В Восточной Европе стали открываться научные центры космических исследований. Молодежь рвалась на орбиту, и программа «Интеркосмос» такую возможность дала. Каждая страна внесла в «Интеркосмос» то, чего не было у других стран, что у нее было лучше, чем у других стран. И все вместе, конечно, это был очень хороший шаг. Ребята были отобраны и по психологическим показателям, и они сразу входили. Мы даже не чувствовали не только, что это другая команда, мы даже не чувствовали, что это иностранец. Первым европейским, как его теперь называют космонавтом, стал Владимир Ремек из Чехословакии. В марте 1978-го вместе с советским космонавтом Алексеем Губаревым на корабле «Союз-28» он отправился на орбитальную станцию «Салют-6». Его семь дней на орбите открыли новую страницу истории пилотируемой космонавтики. Впервые в космос полетел не гражданин сверхдержав — СССР и США. У меня жизнь изменилась. Изменилась коренным образом, потому что я действительно стал из неизвестного молодого человека, стал известным на всю страну. Я понял, смотря на планету и облетаю ее за полтора часа, что не видно границ, не видно государственных границ, видно только естественные, то есть природные границы. Я думаю, что я в принципе всю оставшуюся жизнь стал больше смотреть, якобы пытаться посмотреть на все проблемы на Земле с небольшого или хотя бы небольшого расстояния условно-космического полета или орбиты космического полета. Следующим на корабле «Союз-30» вместе с Петром Климуком на станцию «Салют» полетел поляк Мирослав Гермашевский. Для Польши, родины астронома Николая Коперника, открывшего миру истину о движении земного шара, был нужен новый символ — покоритель космоса. Ну, момент, помню. Последние 40 шагов, наверное, подъезжаем, выходим. Боже мой, эта ракета большая такая. Ну, хорошо, в конце концов, уже полтора года этого. Идем, идем, подходим на платформу, поднимаемся. Я смотрю, о, боже мой, сколько этих там журналистов, этих микрофонов, этих объективов. Думаю, куда ты, Мирослав, попал? Семь дней с Петром Климуком Мирослав работал на борту Советской станции вместе с экипажем постоянной экспедиции Владимиром Коваленком и Александром Иванченковым. Исследования проводятся на аппаратуре, созданной учеными и специалистами стран-участниц программы «Интеркосмос». Я был человеком малой смелости, так бы сказать. А вдруг тебя все узнают на улице, спрашивают, улыбаются к тебе. Нужно было немножко переключиться как бы. Раньше я был командиром, мог то-то, то-то. Теперь уже поведение должно быть совершенно другим. И теперь люди начали оценивать. Ну, что я вам хочу сказать. Да, действительно, появилась такая... Человек после космоса, не только я, а другие тоже. Замечаешь больше этого хорошего. То, что плохое, пропускай мимо. Третьим космонавтом «Интеркосмоса» стал немец Зигмунд Йен. Такой выбор объяснялся просто. Чехословакия, Польша и Германская демократическая республика внесли наибольший вклад в программу. На предприятиях этих стран создавалась аппаратура для спутников. А в институтах проводились научные эксперименты. ГДР – та страна, которая располагала лучшими возможностями для поддержки этой программы. И вообще программа «Интеркосмоса» уже шла 10 лет почти. И уже на первой ракете были приборы из ГДР. В августе 1978-го вместе с Валерием Быковским Зигмунд Йен отправился на орбиту. Как и предыдущей экспедиции посещения, она длилась недолго – всего неделю. Но и за это время Йен сделал немало. Немецкий Гагарин – так называли его когда-то на родине. И любили так же, как и первого космонавта Земли. Их судьбы действительно похожи. Оба простые парни из деревни в космонавтику пришли из авиации. Прошли испытания с лавой. Исторический полет Гагарина, а позже Йена, буквально вдохновил людей, которые увидели в космонавтике новый вектор развития человечества. Кто владеет космосом, владеет миром. Это так. Потому что в ближайшие тысячи лет, какие бы технологии мы ни развили, но это будет связано с космосом. Это было начало. Это был проект интеркосмоса в Советском Союзе. Этот проект под другими названиями сегодня продолжается. В Германии, в небольшом саксонском городе Хемниц, бывшем Карлмаркштадте, есть космический центр. Его посещают свыше 30 тысяч человек в год. Здесь и экспонаты, и несколько кружков для детей. Называется он центром космонавтики имени Зигмунда Йена. Слово «космонавтика», а не «астронавтика», как принято на Западе, выбрано не случайно. Это единственный центр в мире, который носит именно такую аббивиатуру или название космонавтики. Это было оставлено господином Гаудером в знак уважения, дружбы и сотрудничества между нашими великими двумя странами. Забегая вперед, могу сказать, что космос, конечно, способствовал, способствует и будет способствовать развитию отношений между нашими странами и развитию отношений между всеми странами. От космоса зависит благополучие стран. Европа практически через программу «Интеркосмос» начала уже в то время, не имеющую своих средств введения космодромов, уже начинать реализовывать свои космические проекты совместно с учеными Советского Союза, проведя эксперименты. Также были проекты, связанные с полетами космических лабораторий «Бионфотон», где проводилось большое количество как медицинских, так и технологических экспериментов. И я считаю, что программа «Интеркосмос» внесла очень большой вклад в подъем европейской космической промышленности и индустрии. Программа «Интеркосмос» уже часть истории, но история с продолжением. Тогда, 40 лет назад, сотрудничество позволило 14 представителям разных стран взглянуть на Землю с орбитальной высоты. А сама программа стала основой для дальнейшей космической кооперации. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok